Для этого молодого человека допросы сотрудников угрозыска не в новинку. К уголовной ответственности он привлекается второй раз. Уже опытный грабитель своих жертв выбирал среди идущих по улице женщин старше 50 лет. Как вы подкарауливали и выбирали жертв? Просто шел по улице и все. Видел за нечем, ушел за ней и все. Каким образом вы совершали преступление, расскажите. Выдергивал, просто соночек убирал. Все. Преступление молодой человек совершал недалеко от дома, в котором проживал. С заявлением о грабежах, происходивших в районах улиц Правды и Федьков-Террасполе, в милицию обратились пять граждан. Обходит мужа и так легонечко за сумочку берет, так легонечко. А я второй рукой накрыла. Я думала, удержу. Он дернул хорошо. И мы попадали, я ударилась плечом об бурдюр. Задержанный признался в совершении пяти грабежей, однако сейчас сотрудники милиции проверяют его причастность к ряду аналогичных преступлений. В ходе проведенных оперативных мероприятий сотрудниками уголовного розыска ГУВД Террасполе было установлено лицо, совершившее данное преступление. Также неподалеку от его места жительства в заброшенном доме были обнаружены похищенные женские сумочки. Если вы тоже пострадали от действий этого гражданина, обратитесь в ГУВД города Террасполе по телефонам, которые видите на своих экранах. И еще одна попытка приступить к букву закона. Тюремный срок грозит гостью из Дагестана. Дважды он попал в поле зрения сотрудников милиции. Сначала парень стал зачинщиком пьяной драки, затем решил присвоить себе чужую дамскую сумочку. Пытаясь скрыться от сотрудников милиции, молодой человек совершил преступление. На улице 9 января он наполнил девушку. Применив физическую силу, подозреваемый попытался вырвать сумку. Девушка оказала сопротивление, тем самым привлекла внимание прохожим. Встретив сопротивление и не доведя до конца свой преступный умысел, молодой человек скрылся во дворах соседних домов. О случившемся потерпевшая по телефону сообщила своему знакомому, который находился недалеко от места происшествия. Мужчина по приметам задержал подозреваемого и передал его прибывшим на место происшествия сотрудниками милиции. Нападавшего доставили в вытрезвитель. Только к вечеру его удалось допросить. В ходе следственных действий потерпевшая сразу опознала грабителя. А вот сам подозреваемый, ссылаясь на провалы в памяти, никак не мог вспомнить ни молодую девушку, ни обстоятельств произошедшего. По факту покушения на грабеж возбуждено уголовное дело. Ведется следствие. Сюзанна Авакян по материалам пресс-центра МВД ПМР.